Террористические акты, я не думаю, что они вызвали обострение. Наоборот, появилась некая тема, которая сближает Россию и США. Потому что в 2001 году Путин позвонил первой в соболезновании по поводу террористического акта, совершенного в 11.75.2001 года. И с этого надеялся начать сближение с Соединенными Штатами Америки. В какой-то степени он прошел этот путь. Но, правда, Соединенные Штаты Америки в этом смысле оказались не совсем адекватными. И тогда было сделано два очень серьезных подарка. Один подарок – то, что мы помогли им организовать отношения с Северным Альянсом в Афганистане, что дало им поддержку части афганского правительства. И мы предоставили им базы, помогли им разместить свои базы в Средней Азии. Это был такой путь навстречу США. Сейчас у нас таких возможностей нет. Афганистан завершается. Полностью взять на себя обязательности, чтобы Афганистану Россия не способна и вряд ли будет делать. Какая-то помощь в подготовке войск правительства вполне возможна. Инструктор, инструктаж или какие-то маневры – это вполне возможно. Но вряд ли мы будем, поскольку у нас есть синдром Афганистана, вряд ли мы будем реально действовать. Поэтому я думаю, что реально предложить по Афганистану сейчас нам нечего. У нас очень сильно испортилось эмоциональное отношение из-за Магнитского, из-за обилия Магнитского. У нас не получается ПРО, потому что Обама готов дать лично заявить о том, что он готов заявить о том, что Соединенные Штаты Америки, ПРО, Соединенные Штаты Америки не направлены против России. Но это России мало, они требуют неких обязательств юридических, подкрепленных Сенатом, Конгрессом и так далее. Но на это, наверное, американцы не пойдут, потому что хотят сохранить некую свободу рук. А мы не верим этой декларации Обамы, потому что придет другой президент, он может ее отменить. Это личная декларация или лично президента. По Сирии пока полное расхождение, потому что уже в американском правительстве появились намеки о том, что, возможно, придется применять силу ввиду применения химического оружия. А мы вообще отрисуем, что АСА применил химическое оружие. По всем вопросам достаточно много расхождения. Наоборот, борьба с терроризмом немножко сближает. Борьба с терроризмом, пожалуй, все. Потому что экономические отношения достаточно неразвитые. Есть ощущение угрозы от Соединенных Штатов Америки. Она, конечно, придуманная угроза, что, благодаря Соединенным Штатам Америки, произойдет оранжевая революция и режим рухнет. Это все некая придумка. Но она реально стала эмоциональным фактором, вот эта придумка. Поэтому я не думаю, что есть возможности для восстановления отношений и для продолжения того курса, который был при «Медведеве». Вот.